приветствую вас геймеры с вами как обычно дмитрием продолжаем играть в панельсайз 4 зову так сперва я хотел бы на один вопросик ответить который в комментариях задали можно ли зву будет что-нибудь создать вот отвечаю что за самого вот в решениях абсолютная пустота не создать ничего по крайней мере с данной нашей основной культурой но если мы перенесем столичку куда-нибудь в маньчжурию когда я захватим полностью да если воспринимем их культуру маньчжурскую до маньчжурскую то можно будет создать сын то есть фактически тот же китай самого китая в игре нет есть сын ты за у можно создать сын плюс тут поблизости есть еще одна страна кто можно будет создать если нужную культуру воспринять это тибет как вы помните но там скорее всего уже никаких шансов создать не будет потому что по всей видимости начнут культуру менять до лиц вот так ну а довести национализации ребятки до конца у меня таки не получилось и гражданская война у нас может быть произойдет там такая фишка что карадо объявил войну айратом вот и короче я решил принять их просьбу потому что они хотят захватить в принципе не особенно богатые провинции развитие 100 они не получат и мы сможем карадо завоссалить чуть-чуть осталось чтобы это дело сделать поэтому я решил помочь с айратами но много лучше не заигрываться на этом направлении потому что у нас тут беспорядочки какие-то планируется ну как какие-то мини восстанет сын восстанет там восстанет да и вообще все потихонечку уставать будут поэтому надо будет нам в основном заниматься защитой своих земель но если внезапно айрата будут нападать тут на карадо то мы сможем им помочь так захватили нюнбён сейчас отобьем пхеньян все отлично так ну и все пока тут это это куда отправлял то а на столицу понятно о столичку мы отожмем получается уж меня и в принципе тут такая фишка что война-то с шуньем у корады объявил войну шуни но айраты их хозяин так сказать поэтому собственно война фактически с эротой ведется не шунин так и ньян себе забрали монголы тут консервируют крепостишку можно поэтому наверно взять и пойти туда одним отрядом вот еще один отряд кинем куда нибудь в пекин готовится к нехорошим последствиям а мы кстати нашу не претензию еще делали да вот такие пирожки так корадо порвали можем принять идею на это пока не наш путь буряты тут идут к нам в гости так а почему национализация тянька ай подожди тяньшуй вот чё тут у шуня претензии имеются опа мы еще можем мы не можем мы стопроцентов попадем на гражданскую войну ребят веселое бедствие случится у нас с вами если не сдохнет вот этот правитель а если сдохнет то нам повезет да веселый случай как буряты на нас напали зачем-то мы их почти разбили значит надо будет ееееееееееее мы спаслись от бедствия или не спаслись ну-ка подожди да бедствие должно закончиться кони двинул этот козел так классно ну отлично значит значит бедствие должно пропасть мы сейчас должны будем с вами только стабильность повысить тын тыдыдын так стабильность эластический брак отчуть соглашусь стабильность 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 вот она повысить хоть чуть-чуть ее повысить надо так в нашу сторону еще могут припереться айраты поэтому надо быть поосторожней вон видите напали низкий боевой дух эх победят нас айраты ребятки да победили нас превосходной снасти на технологию военную вкачать айратов мы будем давить в таком случае так отступать тогда не ну то есть наступать не будем в этом направлении подождем немного мы еще генерала же лишились вот оно что да да ну у монголов мы там какую-то панцы взяли монголы восьмой уровень технологии имеют крепость у них на тысячу человек так понятно надо наемничков нанять так а стабильность у нас вообще на 2 что ли упала офига себе это все еще повышать так потому что тут совсем беда у нас может случиться давай наемничков наймем в таком случае два три четыре пять так сколько мы можем вообще всего нанять двадцать одну тысячу да шесть семь восемь девять десять отряд большой такой из двадцати тысяч снимаем а из двадцати то не получится ребят у нас же это лимит ну ладно кавалерию давайте мы тогда найдем еще 15 тысяч войск кайраты главное чтобы не пошли нас гнать так и было бы неплохо конечно командира нанять дополнительно но сейчас у нас такой возможности нет командирами баловаться так экономика минус два денежка потому что подкрепление еще идет ну ясно тогда особенно мы тут и не в ауте будем ой буряты идут в кирулен надо в кирулен пригнать людей и надо бы командира все таки найти какого нибудь блин ну военку вкачать надо потому что если мы не вкачаем военку так ну так и правитель с наследником как у них там по возрасту в семнадцатом вообще пять лет эх не ясно ясно что ничего не ясно в таком случае надо все войска наши держать именно вот здесь пока с бурятами чертами не разобрались а слушай буряты они не пошли в принципе тут сюда приперся ой сюда я и айраты сюда приперлись ну отлично просто нет это 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 жесть у нас сейчас будет айраты нас тут погромят получится что придется нам наемничками действовать так придут 28 августа мы придем 30 мы нас порвут все понятно так так в таком случае мы не пойдем туда мы пойдем мы соберем все оставшиеся войска и попарем в столицу шунь пробуем захватить столицу шуня и отделаться белым миром потому что тут нас порвут однозначно да все нашу рать несметную разбили поэтому ничего хорошего в коне так на мин надо будет еще претензию вернуть вот крадо вот этот чертов так генерала нанять можно сюда и пойдем так надо будет отделить корпус только для достаточно для осадок потому что люк то истощение исключится да у нас 30 косарьи войск в этом месте ниньсянские сепаратисты в нанчане 17000 то есть нам где-то пополам надо будет сделать сейчас быстренько так объединяемся так и пополам 19-ти тысячный отряд пока т.д. ниньсянцев выносить у ираты пока осаждают другие крепости они будут немножечко заняты в таком случае в таком случае все вынесли сейчас тут быстренько выиграем потом айратами займемся на севере о там у айратов еще какая-то проблема случилась претенденты восстали так что им будет немного не до меня я думаю так ланчжоу мы взяли но поиграли но поиграли керулен так шум айраты жена и войт средний ну чё белый мир друзья нет нет пока не согласен так надо значит еще одну припастишку осадить вот ниньсян например две тысячи воинов всех мастей так стоять шунь идет в ланчжоу шунь с генералом идем в ланчжоу вслед за шуньем айратов вообще разбили классно ой так ну буряты к счастью они пошли куда-то в другое направление ну-ка пойдем наверное сюда задавим остаток айратов ой слушай буряты нас порвут вот здесь сейчас у нас команда еще потому что нету да ладно я рискну это будет авантюра конечно большая большая хотя может и не будет может мы успеем да давайте посмотрим нет порвут нас нас порвут главное чтоб не разбили нет не разобьются хорошо ща бурятам в жопу надерем айратов так вообще легко что-то мы вынесли тогда буряты они какие-то более сильные а у них 9 уровень технологий потому что они они продвинутые как ни странно оказались так надо нам на их уровень выйти технологии сколько там чуть-чуть буквально на их уровень технологии выйти и мы спокойно все сделаем что хотим так беспорядочки в танцкие спортисты это где-то вот здесь будет надо тут войска приготовить подкрепления чтоб пришли и надо бы военный налог ввести так танцкие спортисты нет они не здесь они восстанут где-то где-то вот где-то где-то вот в этой области они восстанут так пусть пока тут стоят тогда войска наши все с айратами в принципе можно договариваться их желают низкая то есть по идее мы можем отцепиться спокойно сейчас от них ну я не знаю было бы неправильно от них тупо отцепиться я бы взял бы провинцию ушуня дополнительно так и нинься вот это вот ой-ой-ой минских сепаратистов у себя фига не знаю так ну если с айратами мы будем договариваться то как получим так ауксу мы конечно не платим о мы можем монголов взять территорию вот эту на которую у меня претензии есть и вот эту и территорию монголов давайте наверное договоримся так и денежку не платите потому что дальше париться с айратами как-то немного неудобно будет мне резервы еще восстанавливать айраты тут еще восстанавливаться будут крадел прости меня но мы с тобой потом разберемся так вот перемирие с эпохами подошло к концу так перемирие с корей подошло к концу вот и отлично скоро корейскую войну тогда развяжем а и он с еманой зачем-то воюет минские сепаратисты тут у нас какую-то дичь задумали а военочка вкачивается в эту тему ой мой любимый ивент на уши войска сменим с ценим подошло к концу перемирие с моими джунами так тут осадим и пойдем потом 14 косарей добивать так чу пока ребятки в вассалитет не хочет идти джурим в истинной вере можем еще покрестить а слушай я же национализации не поставил а еще она с вами бедствие надвигается христианская война уровень числа будет больше либо ага понятно а и стабильность нижний день ширине как минимум так менее десять процентов ясно понятно все тут веселые бедствия предлагают нам устроить ну ладно надо будет как-то от них как-то избежать их ну о максимум шестьдесят один одна тысяча рекрутов у нас с вами динь-динь-динь динь-динь-динь я национализации поставил поставил стабилити надо бы конечно понизить то есть повысить понижать то есть еще вот хрен я админку накоплю так если буду такой ерундой страдать ну видимо не судьба мне пока так так можно наконец-то вот такие вот войска нанять как накалиберные мортиры наемные немного артиллерии нам не помешает согласитесь так и вообще из рекрутов войска которые у нас есть наверно все кроме артиллерии лучше всего пока распустить вот артиллерию только оставим вот эти отряды пока распустим а здесь у нас кстати только кавалерия наемная значит вот это у нас рекрут и все ладно пусть останется этот отряд но он будет он будет резервами так сказать так потому что покупать по новые войска в таком количестве как-то не хочется согласитесь и наемную кавалерию тогда выберем бегаем куда-нибудь сюда так война мини да ведь это лана слушай мы можем объявить войну мини объявить войну мини три провинции у него а еще мы можем претензии на него сделать да наверное войну мини объявим потом ланна это кто такой вообще а ууууу кто такой Вот он такой. Сейчас. Ладно. Какие армии имеешь? 13 тысяч. Юэ, в принципе, с ними справится, если поможет нам. Ну-ка. А, подожди. Дипломат вернется еще. Так, а тут у нас с вами еще Крещение. Генералку не двинул. Надо будет нового покупать. А, кстати, стабильность от того, что стабильность ниже единицы. Нам с вами надо еще будет ее полосить. Чтобы Крестьяне тут не бунтовали. Так, ответ сюда. Ремочков тогда сюда тоже садим. Войска подойдут. Генерала наймем. И можно будет воевать с минем. Жесть какая-то, конечно, с админкой с этой. Ну, ладно. Так. Мон-женераль сейчас наймется. И да, Кородел пока еще воюет. Пытается чего-то добиться. Так. Ну, давайте тогда генерала наймем. И пошли. Поехали. Товарищ мини. Да, Юэ мне поможет. Чуни поможет. Так, Ланна и Довьет. Ну, Юэ тут, конечно, спокойно может с ними повоевать. Я думаю, сколько там у Ланны технология? 8. У Юэ тоже 8. Ну, вот нормально. Довьет, он в принципе, тоже не гигант. Религия у него такая интересная. Не видел что-то такое никогда. Так. Довьет. Довьет 6000. Ну, я думаю, справимся, если что. Юэ, помогай. Казус единства Китая. Все. Стабильность не упадет. Все будет нормально. Все, минь взяли и вынесли. Максимально лучше на отношении с Короделлом, им еще и надо будет бабки в подарок кидать, чтобы за вас сальтик потом. Ну, ладно. Ой! Слушай, я про флот забыл, про свой. Что-то. Но мы вражеские корабли тоже поймали. Но елки-палки остались только транспортники. Транспортники мы потеряли, кстати. У нас осталось только торговое судно у нас какое-то осталось. О! Минь еще у нас тут. Елочки-палочки. надо с ним разобраться с этим минимум поскорее. Офига себе, он на мою территорию зашел уже. Хуньский сепаратист. Так. Рекрутые, рекрутые. Число рекрутов нам надо повышать. Так. Давай тогда вот как. Вот этим отрядом пойдем тогда давить этих малышей минских. Пратисты все равно своего возьмут. Потом мы пойдем наемничками. Да. Сейчас пойдем наемничками подавлять без порядка. Ланна пришла в гости. Так. А куда армия Юэ делась вопрос? С Давьетом сражается. Вот че. Ну ясно. Ясно. понятно с ними все. Так. Шу порвал соглашения на проход войск. О! А вот это вообще прикольно. Шуньские сепаратисты пришли такие. территории брать у... Ой! Ёлки-палки. Случайно получилось. Так. Брать территории у этих. Так. Айраты тут Юмен все-таки взяли. Война. Будет походу бесконечной там. О! Мы же ведь с вами продвинулись так далеко, что можем напасть на Ежень. Движения друзей-то нет. Надо только сфабриковать на него претензию, потому что он по-моему не считается как Китай. Ну, в смысле казус Белли нету. Что китайские земли должны быть едины. Так. А брак между тем достаточно мощный тут. виднеется 15 тысяч войск. Надо как-то будет с ним договариваться, потому что с Минем мы сможем полностью присоединить. Единственное только А, у нас провинция в принципе недорогая. да, можно будет съесть Мин целиком. Но для этого надо будет еще немного помахать, так сказать, копьями. Так. Беспорядочки. Танцкие сепаратисты все еще могут восстать. Подождем. Умер дядька Исчу. Надо династический брак с ним стыкнуть. Да, Исюэ у меня есть? Есть. Аскараделлом есть? Есть. Понятно. Так, все, загасили весьминь. Ну-ка. Сколько там не хватает ему до полного согласия. Достаточно еще много функтов. Так. Цинь меня, к сожалению, не пустят никуда. А жаль. Мы бы смогли замочить этих сепаратистов. Они же к нам припрутся же. Ну-ка. Ладно. Так. Рати несметные наемные все-таки отправим вниз пока. на юг, то есть этих парней на север. Деретические средства торговли. Ну, дипачки, ладно. Тереть не очень жалко. Счастье. Эпичная мочилова закончилась в нашу пользу. 53 уже процента счет. На минь пока не согласен. Не хватает немножко. Так. Мы пойдем. Пойдем вот в эту крепость Дровецкую. Ух ты. 3000 человек. Неплохо. Там еще есть крепость без содержания. Мы не смогли выполнить задание с Тереть с картами держал ЦИН. Потому что шунинские спаратисты взяли, короче, присоединили ЦИН. страну вот это конечно прикол. Ну ладно. Все. Крадо жопа. Я надеюсь, что его не съедят очень уж сильно. Товарищи айраты. Так. У нас пока отсада будет вестись. Давьед, тебя может отцепить получится? Нет. Не получится пока. Просто Юэ, кормить я не хочу в этом направлении. Да и воевать с тобой тоже как-то не хочу, товарищ Давьед. Ладно, ждем. Тут ждем. И тут ждем, потому что беспорядки могут случиться. Мирное предложение принимать не стану. монголы у вас стали быстрее. Ну, пошли. Так пошли и вот так пошли. Национализация ненадолго остановится. Это я уже понятно, что так случится. Так. Монгольские сепаратисты взяли Шилингоу, что-то там еще взяли. Пример с корчином у меня закончилось. взяли Донкин и Минь фактически капитулирует. Нет? Нет, не капитулирует. Так, ну, с Давьедом тогда можно хоть договариваться, потому что меня он как-то не интересует. Хайфон можно отдать. Ну, ладно, одну провинцию в принципе Дюэк передать можно. чтобы отношения с нами. у нас точнее немножечко получше были. Репарации заплатите. Ну, и все, дальше лютая дичь пойдет. Все, отправляю требования до Вьету. Счет немножечко упал, ну, ладно. Сейчас вот этих типов вынесем и пойдем крепости сождать. Айрата объявили Ву своим соперникам. Так, а слушай, а мы даже аааа, слушайте, надо на свою территорию вернуться сначала. По-дурацки как-то придумано, конечно. ладно. Так. Корадео ребятки за вас салили. Так что, не повезло мне немного. Ладно. Бывают в жизни огорчене, че еще на этот счет. О, монгольские сепаратисты пошли куда-то еще. Кайра там. Вот прекрасно. Так, на свою территорию мы вернулись. Можем пойти осаждать. Если, конечно, Минь, тут наконец нет, Минь пока думает. Ладно. Ладно, ты у нас что думаешь на этот счет? Ничего не думай. Ну, ладненько. Шоколадненько. Так, гражданская, ой, крестьянская война у нас все еще может случиться. Но уровень грекотов, я думаю, прибавится в нормальном объеме греков. О, я же забыл, что Мяуа тут у нас с вами есть их. Войны союз с чумом. Давайте-ка может получим пробуем с ними союз заключить. Так, союз конечно не сделать. Пока. Можно брак заключить династический, там еще немножко умудрить. Потом Мяуа мы с вами завассалим, сможем его покормить, потому что ну, как-то не круто тут разъедаться. Пока. Взяли пробочку. Сейчас. Сюду с... Эй. Давай, иди сюда. Сюду сходим. Все, Мин согласен на мои необоснованные требования. так, Алана. Согласны на что-нибудь? Нет? Нет. Ну, ясно. Ух ты, даже вот на это согласны будут. Ну, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Немножечко Юэ пусть раскормится там. Юстепи. Так, мы съедим три провинции у меня. Да и нормально. Еще и денежки можно попросить. Идеально. Единственное, только национализация опять же дорогая будет. Ну, я уж смирился с тем, что админку мы, походу, никогда не накопим. Ух, уху. Видите, как весело. Так. А я еще одну эти войнушку планирую. Сейчас мы подойдем только к тому месту. Я хочу на ежень напасть. У них провинции много и они дешевые. Поэтому я хотел бы напасть именно на ежень. Топайте давайте в Сецен. Вот этих мы на юг отправим. И тут у нас с вами Маньчжуры ближайшие бастующие. Денежки сколько там? Не очень много приборяется. Задание давай посмотрим. Сыграет принцеп ту-ван. Это кто? А, вот она. Принцеп ту-ван. Взять ее там можно будет? да, но так, что там? Рекруты тут депрепутация, тут и построке корабля. Не знаю. Туван мы попозже будем брать. Сейчас лучше напасть на что-нибудь такое послабже. потому что рекрутов надо восстановить действовать получается будем только наемниками. А, кстати, подстройки там можно делать. нагреть 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 гранитов. Нормальное число такое где-нибудь можно получить. Только по 250 мне остались. вот, 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 здесь нормально. Так, вот здесь еще неплохо можно давайте по 375 где-нибудь в тылу у нас 250 везде. Тут можно в каком-то случае здесь можно и вот здесь давай. Так, и между тем с Мяо можно союз забацать и тут чуть-чуть буквально подтянуть отношения 2 секунды. Сказу сбили возвращение с Чу у Мяо есть. Вот это интересно. Так, отношения улучшить. Ох, неплохо так улучшились у меня отношения. Тин-тэ-дэ-дэн. Поздравляю, Мяо. ты теперь вассал мой доблестный. Мяо мне со съедением Дали очень хорошо поможет, потому что Дали у нас с религией-то, не с конфуцианством. Там будут перегоречивать мне помогать. Так, что-то я в Сцен не могу пойти. Интересно узнать. Все. Ну что, на... О, Ежень воюет с Маньчжурией. Слушай, мы тут походу опоздали. Нам придется либо дожелывать остатки, либо если Ежень напал сам. Нет, Ежень напал не сам. Получается, нам придется самим сюда... Давайте рискнем. Может, получится обогнать всех противников и завоевать тут побольше. Ежень, какую ты армию имеешь? Вопрос только. Ежень, ты где? Вот он, 9000. Ну, то есть, можно пополам сделать армию с генералом кинуть в столицу, которая пока никим не осаждается. Так. Атономию еще завышать придется. Стабильность понижать, потому что совсем не вариант пока. нангоу мы взяли. Задача нашей первостепенной важности пройти в столицу к ним. Так, ускоряемся, надо столицу занять у них срочно. отлично. Так. Ну, и вот эти вот парочки хоть успеть, чтобы успели. Столько с наемников. Пусть уж упадет стоимость упадет. Так. и сюда. Ну, как сказать, с манжурами мы более-менее неплохо тут взяли провинции. то есть три у нас и у этих чуваков четыре. А, слушай, это Ежень захватит. три у нас, три у манжуров. дын-тады-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэн. Так. Кто-то на монгов напал. А. Ух ты. Монговы, вы чего? Шуньская война за независимость. Интересно. Шунь теперь за независимость борется Ясно Так, тут на Корею начали пропадать претензии Надо будет это исправить Так, практически достигли мы хорошего уровня Рекрутов Так что скоро закончим 793 чувака Надо сюда все войска тогда закинуть Тин-тин-тин-чао-джоу Наше национальное состояние Все, товарищ Ежень Так, но скорее всего мы не сможем Оккупированной провинции попросить Да, не сможем Только он анго Что неудобно для нас очень Так, 4 корабли Мы можем корабли построить И Устроить тут веселую жизнь Можно построить один большой К примеру Три вот таких Так, гражданская война там у нас Пока еще не продвигается Но число рекрутов Скорее 50% Так что нормуль Так, кораблики пока строятся Товарищи из Еженя Не договариваются с товарищами из Маньчжурии А, кстати, мы сейчас с Карчином Можно повоевать же У него У него военный союз Монголы и Корея А, ну, отлично На Корею напасть надо Союз Карчин и Янь Это будет, наверное, уже в следующем эпизоде Потому что мы и так воюем сейчас Чуть ли не весь эпизод А надо как-нибудь все-таки Подкопить админочки Начать Хоть немножечко приблизиться К новым идеям К идеям новаторства Идеям Калонизации Потому что уж 35-й год Господи А мы Только и делаем, что расширяемся А вдруг Вдруг Какой-нибудь сильный дядька Тут придет И всем в жопу надерет Это ведь Очень большей проблемой для меня будет Потому что технологии С идеями у нас не очень хорошо развиваются Так, а Маньчжурия, кстати, с кем в союзе? Может С ними получится что-то Шу и Чу Это нехорошо Потому что Чу наши друзья Да и с Шу как-то Пока не хочется воевать Маньчжурия и Шу не союзники Ух ты, интересно как Так Шунь, Шу и Монголы То есть Монголы Шуньи, ну тут еще и Шу помогает этим Елы пала Стабильность пала Сама по себе Да вообще Какой-то беспредел с ним пришлось Зато У нас упал Этот Упало бедствие Больше не претендуем на корейскую Какую-то пробочку А надо бы Ух ты, Япония появилась Интересно, она из кого Сформировалась Какой сути Так Что-то я таки не посмотрел Просто из кого она могла Наверное она из Яманы Уродилась Потому что Что-то я тут ее не вижу Да, династия Ямана Прикольно Так Через год У нас с вами появится корабль Новая идея Что там значит За идея Пауков Да, надо бы вкачать Идеечку В следующий раз будем Технологии качать Так Терки все закончились Шунь остался С айратами Монголы так же И даже провинцию потеряли Походу Так И 318 Дней осталось Да Постройки Последнего корабля Перемей с бредами Новая организация Лучше бы стабильность У меня повысили Халяву О, с айратами Уже закончилось перемирие Интересно как Жалко, кстати Пропала фишка Полное присоединение Что-то Что-то это вообще Не в кайф Так Молица провинции Выскивассал Кстати Интересное предложение Было бы Но они шаманисты Смену религием Походу Не навязать Не знаю Ну ежень Было бы неплохо Завассалить Конечно Ой Хрена себе С чухчувенами Воюют Весело Однако Так А А Против Маньчжури Они как Просто против Маньчжури Да Маньчжури В союзе С Шуичу Просто шуичу Если придут Ко мне Это Совсем Не весело Будет Поэтому Васциализация Держения Это Не вариант Совсем Не вариант Сартус Наивее Так Ну давайте ЧНД Например Тут Сделаем Берующими В Конфуция Корабль Достроится Добьем Чуваков Сиски Сепаратисты Восстали Теряли Тридцать Тридцать Тысячи Войск Буквально Через Несколько Месяцев Осталось Нам С вами Сиянием Закончилось Так Через Несколько Месяцев Поставить Корабли И мы Сможем Тут Из блокады Выбить Неприятели Так Четыре Средних То есть Маленьких Кораблей Можно сказать Так Тут Один Большой У нас А Тут У нас В принципе Ни одного Транспортника И нет Так что Вот так Всех В Лейджоу Объединяемся И сюда Четыре Адмирала Нету Да и у нас Тоже О Чифчуены Тут Реально Ходят Неужто У них Границы Общие Я что-то Не помню Просто Общий Чифчуенами Границы Или нет По-моему Нет Так И тут Ну давай Отряд Десятки По-моему Сюда Их Хватит Мяу Если что Подкинет Тоже Леги Ой Ежень Приплыл 12-тысячные Рати Ой 12-кораблевые Рати Все Я корабли Свой Парапукал Весело Ой Ну Сахалин Зато Взяли Тоже Хорошо Ну Что Сказать Сахалин Мы Взяли Больше Паринцы По-моему У Еженя Нету То есть Вот Эти Вот Невзятые Манчжуями Остались Ничего Чудики Когда Вы Там Закончите Воевать Они Небось Оттажмут Вот Эти Все Провинции И нам Походу Придется Ананголом Только И довольствоваться А еще Мы национализировать Наверное Вот это Не сможем Все Позорище Поэтому Надо Будет С корейцами Воевать Чувствую Что Будет Как раз Вот Так Либо Нам Придется Воевать С Манчжурами Так А на Манчжуров Кстати Можно Претензии Клипать До Бесконечности Столько Тут Может Появиться Что Вообще Следить Ладно Подождем До Требования Мира Если Если Требования Мира Скажет Мне Что Все Что Эти Идиоты Будут Настаивать Дальше Наверное Как Нибудь Тут Придумаем На Мировую Пойти Казнить Зайчинщиков Опять Меня Ублюдки Говорят Про Стабильность Так А что Если Мы Вот Так Собираем Камин Движение Армии Занизим Все Все Тут Никого Пока Нет Из Противников Снизим Пошлины Но Просто Немного Потом Буквально Пару Месяцев Прогнать Этот Ивент Еще Один Месяцок Пожалуйста Твою Дивизию Стабильности Павл Все Низки Сепаратисты Ну Не получилось Схитрить Иногда Так Получается Когда Совсем Немножко Денег Не Хватает Ладно С Низкой Стабильностью Веселиться Будем Значит Противник Скорее всего Пойдет Саждать Худжоу Старист Твойный У нас С вами Растет Стабильности Так У меня Совершение Есть Что Я Нестализировать Не поставил Что Вот Этот Худжоу Не поставил А Да 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 У нас Немножко Денег Не хватило Тут Пройдем В Йен Ладно Неская стабильность Наоборот Нам Поможет С Устающими Товарищами Быстрее Разобраться Командующего Переназначим Так Куда Пошли Кинжоу Идут Мы То Что Хотим Готово Ой Юэ Нам Помогать Пришел Круто Как Завоевание Нам Манджуров Появилось Так По всей Видимости Требование Мира И случится Мы Ничего Не сможем С этим Поделать Не знаю Значит Что Как Ладно Ничего Остается Можно Захавать Вот это Вот Все Конечно В себе Но Понимаете Это Свихосширение Это Значит Что Мы Будем Жить С Целой Кучей Свихосширения Неизвестно Сколько Причем Потому Что Потому Что Национализировать Скорее Сего Не Получится Это Далековато Так Подожди По-моему Можно Посмотреть Лучший В принципе Где-то Тут По-моему Была Раньше Я не Помню Честно Говоря Так Артический Климат Нет Это Не то Где-то Тут Раньше Можно Было Посмотреть Колониальную Дистанцию Что-то Я Туплю И Немного Не помню Где-то На этом Экране Но Это Должно Было Быть Где-то Должно Места Женя Рекруто Другое Влияние Разведено Так 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 Не знаю Чего-то Не вижу Раньше По-моему Было Такое Было Такое Отображение Еще Заморок Играли Я Видел По-моему Так Здесь Блин Не написано Так Сейчас Дистанция Дистанция Так А Вот Короче Клоняль Дистанция У нас 275 Получается Так Так Мазовая Стоимость Да Это Понятно Что Можем Сделать Сейчас Хочу Посмотреть Может Как Это Развитие Нет 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 Не Помню Просто Честно Не Валя Ну Тут Реально Не 275 Тут Намного Дальше Если Так Подумать Наш Конечно Тут Можно Здесь Намерить По-иде Так Сто 38 Сто Сто Было 241 Да Нет Слушай Мы Наверное Сможем Тут Вот 275 Это Вот Отсюда Вот До Сюда Получается Тут Понимаете Еще Обогнуть Надо Нет Наверное Не Получится Да Ребят Туплю Че Та Не Помню Уже Где Клоняльной Дистанции Посмотреть Вот Здесь Ну Наш Точнее Дистанцию До Этой Провинции Ладно Ладно Я не буду Кота В мешке Брать Лучше Лучше Всего Наверное Вот так Сделать Не надо Требования Претензий Препарации Заплатите Нет Ну Завассалить Глоб А Слушай А Война Продолжается Очень Долго По идее По идее Если Чу и Шу Тут Сейчас Не воюют Да Они Не воюют Слушай Так А че Мы Тупим Мы Можем Вот Как Сделать Мы Можем Завассалить Этот Ежин И делов Потом Так То есть Не надо мне Репарации Мы Завассалим Сто Очков Агрессивка Будем Воевать С Чихчувенами И с Маньчжурами Я думаю Что Особенно Больших Проблем Это Не доставит Главное Чтобы Своих Друзьяшки Не позвали Мне Тут На мою Голову Да Тогда Приется Заем Брать И набрать Бойск Так Ладно Кто Не рискует Тот Не побеждает Как Сказали В какой-то Игрульке Помню Поехали Все Под Контролем Так А чихчувены Ааа Они Вообще Вот Здесь Оказывается Фига Себе Интересно Слушай А как Они тут Вообще Казались Помните Джук Джур Мы Заморок Как Они Казаться Могли Прикольно Значит Чихчувенов Ушатаем Сейчас Единственное Только Надо Монженераля Переназначить Так Вот Сюда Выделяем Идем Сюда И Вот Этих Параней Сейчас Сождать Отправим Так Мы Можем Кстати Союзников Призывать Своих Если Войны Счет Меньше Чем 25 Минус Тысяч А Ну То Позовут Своих Союзников По всей Видимости Мы Попали Сейчас Очень Серьезно Если Так Подумать Так Вы Куда Дорогие Мои Сейчас Чихчувенов Вынесем Да Чу Ребятки Пришел Поход А Нет Чу Не Пришел Это Это Другое Нет Чу Не Пошел Помогать Маньчжурам И у Маньчжуров Желание Воевать Низкое Самое Интересное Так Ну Давайте Вот Как Сделаем Сейчас Тут Вот так За Отряд Уединим Возьмем Быстро Джук Джур Не Претендуем Еще Лада Лада Это По-моему Корея Тубликовать Пошли Дальше Маньчжурова Пока Никто Не Пришел Разбираться Но На Белый Мер Видите Они Не Согласны По Той Причине Что Счет Такой У нас Нехороший Так Можно Кстати Мяу Дать Задание Пока Пока Они Тут Ходят Бродят Пусть Осадят Провинции Если Смогут Генерал Сдох Отлично Так И вот Эти Пусть Мяу Осадят Да Я Забыл Самый Важный Момент Я Забыл Национализацию Бахнуть Так Ну Кстати Мы С вами Кучу Очков Спасли Сейчас Своими Действиями Так Чу И Шу Не Пришли Воевать Так Ну Все Сейчас Закончим С вами Ребят Тут Маньчжуров Додавим Быстренько Этих Чувенов Эпизод Закончен Так Джук-джур Взяли И Даем Еженю И На Мировую Денежки Заплатите Мне Пожалуйста К Претензии Еженю Ежень На На Фу Да Кстати Мы Можем Друзей Позвать В Эту Войнушку Можем Призвать ЮМ Войну Чу Можем Призвать Прикол Какой Реально Реально Заколбасим Маньчжуров И Пойдем О Мы их Разбили Вообще Классно Ежень Хотя Этой Войне Уж Довольно Много Времени Практически Еженю Может быть И нет Все нормально Будет Шуи Может быть Шуи Не Пойдет Так О Мы Ежен Взяли Ежень Кстати Можно Раскормить И он Маньчжури Создаст Мне так Почему-то Кажется Кстати Прикольно Было Так Тут Давай пополам Сделаем Чтобы Быстрее Захватывать Таёс Этих Сужрем Что-то Себе Съедим Наверное Что-то Ежен Отдадим Вот так Пойдем А потом На Бодуна Так Корчинцы Встали С ними Разберемся А кстати А можно Так Это кто Тут Тоже Корчинские Сепаратисты Ну и нормально Сейчас Задавим Может нам По идее Наверное Маньчжура Мир Уже Предлагать Они Согласятся Наверное На любые Требования Ну-ка Давайте Посмотрим Сколько Вообще По счету Это Все Счастье Стоит Ну Слушайте Дороговато Чтобы съесть Сразу Но вот Это Вот Все Можно Взять Получается Это Все Я Не Собираюсь Все Это Съедать Самостоятельно Передать Еженю Я считаю Там Поможем Им Потом За Некст Их Надо Будет Еще Так Возможно Передать Принц Время Сад Вот Ублюдки Значит Надо Подождать Немножко Так Так А Мы же Вот Эти Пророчные Садили Вот Че Надо Садить Сначала Потом Уже Заговариваться Так Как Всегда Я Не Уследил За Детальками Так Сюда Ну Все Пять Минут И Разделаемся С ними Спокойно С Товарищами Этими Так Сюда Назвать Принцу Вань Джоу Кстати На задании Интересно Но она Не тут Тут Другие Названия Совсем Так Туван Давай Живее Осаждай Падла Так 10 мая Будут Ой Эти Вообще Чуть Когда Приду Так Наш Появился Появилась Претензия Все Осталось Две Провинции Отжать И Наша Война Закончится Давай 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 Братюня Чуть Чуть Осталось Себе Возьмем То На что Претензии Есть Остальное Отдадим Товарищам Все Таким Движением Бадуна Все Все Взяли Так Претензии У меня Есть По моему Вот На Бадуна На На Что Еще Посмотрим 78 Ох Ты Подожди Мы Можем Еще Съесть Получилось Каким Буду На Взять Вот Это Вот Все Вот Эти Две Поймцы Значит Чисто Мои Остальные Все Передаю Ежению И Посмотрим Как Все Это Будет Выглядеть Так Ежень Все Ежень Вот Это Тоже Ежень Вот Это Ежень Так Все Столичку Трогать Не будем Пока Дорогущая Наверное Так Вот Это Отдаем Все Получается Да 88 98 Так 2% Не было Ничего Тут Показалось Значит 2% Это Все Еженем Захвачено Отлично На мой Взгляд Отправить Требования Все Абсолютно Бесплатно Все Круто Наш Доблестный Вассал Ежень Разъеден Маньчжурия В полной Заднице Национализейшны Всего Две Штуки Что Тож Клево Так Ну и Все Давайте Сохраним На этом Игру И Закончим С вами Будем Метро Подписывайтесь На канал Делитесь Видео Ставьте Польцовер Всего Доброго Увидимся В продолжение Похождения Помните Что Самое Интересное Еще Впереди Thank you Guys Спасибо за субтитры